Со всеми здороваемся, я начал запись. Мрамор, сколько времени мне ждать, когда ты будешь готов к войне с Лаплатой? Я не буду с ней воевать. Почему? Это глупо. Он поддерживает сепаратизм и считает это самым. Мне про глупость рассказывает чувак, который сейчас сольёт катку. Ну, может быть, солью. Не может быть, реально сольёшь. Нет, Немо, ты уже сделал несколько серьёзных ошибок. Там что-то скилл двоих критичных, не критичных, но... Милостиво о них мне не говорить. Я когда-то ошибался, ну, с учётом того, что я играл на старых патчах, там в эстернизации действительно, чем больше ты по базовому налогу, тем дольше она делается. Причём зависимость там даже нелинейная получалась. Но вот патчах это поменяли, и мне никто не сказал, что я ошибаюсь. Хотя уверен, что... Я вообще без понятия, как она проводится. Мы чат-то гадрии и уже пауза. Да, перспектива. Попросил не снимать паузу. Кто-то дёрнулся и снял её. Вот негодяя. Сейчас опять на меня всё свалить начну. Поэтому теперь я подсказываю с очень... Ну, как бы, очень осторожно. Нет, обвинять друг друга в том, что кому-то что-то не подсказали, нет, смысла нет. Намекнуть, высказать своё точка зрения. Зак ей подсказал. Ну, я, например, насчёт в эстернизации мало чем могу помочь, потому что ни разу её не проводил. Вот ишь кек. Эстернизация? Кекли, не кекли, но... Так уж сложилось истерически. Да-да-да, оно самое. Чему пауза? У Вити сейчас ещё приподнятое настроение, пока мы его ещё не затравили, так что вперёд, друзья. Да. Давай первый трюль на деревне. Я сейчас двоечку поставлю. И на паузу. Ваша любимая пауза, вы же её так любите. Так сложилось истерически. Так сложилось истерически. Кого-то уже не стреляли, у меня топоры. У кого-то копья. Удача или хаос. Только там у кого-то серьёзные шумы. Я могу пить, что-то. Это если у Димы, Дим. Это не я, у меня. Не, Влад, я не тебе, я Диме говорю. Ну ладно, продолжаем игру. Ну, Влад, лалка. Помилуйся. Я что-то хотел, но и забыл. Питер, он всё равно был выдержанно. Серьёзно, это. А, это у кого-то другой. Ну, посмотрите, кто там. А кому там было швык? Я сейчас выключу звук. Да нет, Зак, нефть. Шумы в том смысле, что на заднем фоне как будто что-то двигается тяжёлое, большое. Вот такое. Да, или такое ощущение, что басы такие. Ну, или да, или басы. А, волна мракобесия, моя любимая. Куда же ей без меня? Тебя не слышно, Влад? Слышно. Нет, там чё-то... Это всё троллинг. Нет, плохо слышно там. Я слышу шумы, ребят, реально. Я не могу, не обводится квадратиком. Кто не обводится? Не обводится, у кого шум. Ну, Кнут, а у кого? У Кнут же говорит, что у него выключено. Да, конечно, не верьте им. Вот, Хнут, негодяй. Пока, Кнут. Или оставить его. Подожди. Тарап. Нехай буде. О, чай. Ох, хитрые айраты, ну молодцы. Текущая цена чая. Три голды. Разводи чаёк. Пользуйся моментом. Наркотические средства. Брамор. Чего? Дам мне чай. А, вспомнил, что я хотел сделать. Я хотел кинуть эмбарго на Англию. Стоп, а что даст тебе эмбарго? Ну, они чуть меньше будут воровать за меня. Мощи своей. Торговый. В моём самым крупном торговом узле оборот 5 голды. А теперь я попробую заключить перемирие. А я хочу перемирить. С первым своим соперником, с айратами. Забрать вот это, и на это они уже согласны. Даже денег согласны отдать. Может мне ещё и репарацию повыплачивают. И мне главное, чтобы они разорвали договор с вот этими парнями. Что за табиристан? Зак, а где табиристан? А, бач. Невернённый дистатус. Чего? Погодьте. Где? Что-то там происходит. Видимо. О, куритибу, блин. Да это слишком далеко. Не, идите нафиг. Я сейчас задание провалю. Не, я лучше откажусь от него. Не нафиг. Забра, а чем тебе не нравится мина? Она вообще существует? Сань, напрасно. Ты можешь туда послать колониста, и потом отозвать его. Она очень далеко, провинция. Причём у меня нет сухопутной с ней границы, и я не достаю до неё. Я понимаю, что это крутое задание, но слишком далеко. Кстати, тебе очень хорошо было бы потом повоевать за Панаму. С Французом? Потому что... Можешь попробовать поддержать сепаратизм. То есть, но... Панамский узел для тебя, на самом деле, это вот таки важно. Панама? Второй мир. Да. Панама, Панама. Это, которая французская, это полностью, да? Да, да, да. Смотрите, сколько голды уходит в Севильё. Эх, шлёзы наворачиваются. Там такой туман красивый. Тебе это что? И вообще килограмм. Да, не то, что Севильё кормит Кастилию в Португалии, а какие заразные ровнейшие. Не, Севильё ещё и Арагон кормит. Так. Теперь. 95% Галисия тоже имеет много влияния. О, секундочку. Ну вот, поэтому надо делить Лаплату. Точнее, захватывать. Он поддерживает мне протекторат, а то ему союзник, как бы. И Амазонию. И Вестиндию. И Французскую Колумбию даже неплохо как. Эмин. Ну, Французская Колумбия. Наверное, да. Наверное. А можно третий швидкий? Хочу за кастомные нации. Сейчас, подождите, друзья. Зак, ты там в Венайке. Тоби же можно третий швидкий, если ты там ничего серьёзного. Мне можно, да, легко. И мне не можно. Давайте третий швидкий. Ну да, остальные типа остальных игроков не существует, окей? А в Бильжиннику Венайя? Да, это просто признаки. Призраки такие тут. А в Вене больше ни в кого немая. Кому потребны вся эта третий швидкий. Ну, например, война это не только... Не только война может оставить, поставить на паузу. По секрету. Только никому не рассказывай. Да. Блин, я тебе научился колесиком мышки дергать карты. Теперь я мыши на это хватит. Блин. Ты же это раньше делал. Нет. Как? Нет. Я на стрелочке. Ааа. Да. С кем? Угу. Ушу. Хе-хе. Хех, мда. Ну да. На стрелочке тоже весело. Вот. На самом деле я вам скажу, что довольно интересная игра начнется с административной технологии 22. Там появляется такой интересный казус Белли, называется империализм. И тогда начинают мочить. Да. Быстрее можно начались между игроков. Только я, короче, лет через сорок, нет, через двадцать догоняю европейцев по техам. Ну, техи это не идеи, конечно, по идеям. Зак, а ты еще там запалзаешь? Да. Ну, попытался мир заключить. А с кем ты там воюешь? Каракаюнгу. Угу. А Хасу хочешь, не хочешь? А вот ту ошибку, что вы мне хотели сказать, она связана с расположением моих колоний? Да. Я уверен в этом. Ошибку? Или с чем? Твоя помылка... Твоя помылка, это твоя помылка. Там может и не быть ошибки, они могут тебя просто троллить. Или им может показаться, что там есть ошибка. А он не похож на тролли, видите? Ну, кроме Влада, конечно. Но он еще, как, ну, почти тролль, но не тролль. Но он агрессивный игрок. Да, а вот Зак, он явно на тролля не похож. Зак похож на тролля. Он больше похож на какой-то... Тролль же ж необязательно должен быть глупым и без хитросты. Зак нас затроллил с бредом дима. Да, с хиджазом казалось бы бейли. Ты черпься. Боже, стильки можно паузу? Ну, сейчас, все это там ровно-то. Ну, надо им, человеку, надо паузу. Да, да. Это, заходи. Просто у нас на 2-х волейной игре припадает 5-х волейн пауз. Я думаю, что чем дальше, тем пауз будет больше. Чем больше вещи будут касаться. Я, например, воюю с кем-то. И если мне паузу не поставить, чтобы заключить мир, я могу потерять счет для себя драгоценный. Например. Тут ничего. А, ну, тут у Чавчуя не война. Например, Ивент мне выпал, который поднимет пространцев. Что там? Не надо. Что там? Ко мне пришли? Война. Ты все эфирил, что ли? Привет, Ангел. Привет. Колонии, Лендстер, Менстер, Патулай, Кариба, Риво-де-Ла-Плат. А, знаешь почему это? Это из эмбарго. Ну? Они остались из эмбарго. Фикс. Ну, это, наверное, было последнее. Будем воевать. Ну, что, охренели, что ли? Что? Да, Немо сейчас все разлют. Не, это самое. Или Немо порвут. Что тоже возможно. Или Немо порвут. А я, хочется я вам скажу. Я разыгрывал эту ситуацию рази в три. И знаете, сколько раз выиграл Могиканы? Почти все. Минус один. Он ни разу не выиграл. Ну, посмотрим. Ну, Немо это не тупой компьютер. Он тупой человек. Не, не надо, да. Не надо равнять компьютер и игрока. Да. Крутой класс. Так, напоминаю о правилах. Если хотите оскорбить, оскорбляйте державу. Не оскорбляйте человека. Будьте примером для тех, кто вас смотрит. Тилькин не ображайте арабские державы. А не, мы никому не высаживали. Державу можно оскорблять, но не человека, который... Нет. Просто... Сколько их высаживается? Пять. Убивай. Меня это мало. Бери все армии в кучу и убивай. У тебя что-то стоит? Не по одной, Жень. С убитым боевым духом. Чудище. А это они его убили. Это не я его убил. Ну, значит, парализованное чудище. Кажется, мне кого-то жаль. Ты видишь мои технологии? Как я буду вообще против нихуевать? У меня две армии враждах в концах страны. Ну, тогда припейся шлангом. А кто от тебя напал, британцы? Да, у меня еще правитель. Знаешь, еще писалки, за пито, а не тверд. Киева, слышь? Ты реально слишком нагрелый. Чего это за фигня? Почему столько много колоний? Что-то не пойдет. В смысле? Окей. Хуй кого не убрал, а? Нет, нет, нет. Все. Так они живут просто. Нормально. Да он закрывает им последние провинции. Нормально, нормально. Парнаиба. Мрамор, они уже давно на тебя плавали. Блин, ну что ты делал? Все, что ты сейчас делаешь, это все ложь. Мрамор. Они просто пользуются. Чего тебе? Нафиг ты это сделал. Жилый, жилый. Ты слишком много Бразилию забираешь. Опал на жопу, е-мое. Слышно, много Бразилия твоя... Ну вот, пошел, пошел. Так, тихо, тихо, тихо. Друзья, против страны, не против человека. Это единственное, что я у вас прошу. Против ненависти, за ненависть и во имя ненависти. И сейчас американцы сольются и... Четкость. Какие сольются американцы? Обкололся? Нормальный. Обкололся. Как я могу слиться с папуасом, который бегает с копьями? Да. У них все копья на сих пор? Да, вы на сих пор копья. Короче... У нас, получается, Саля воюет с... Отлично работал. Бразилией, Кииловой, Йеменом, Сундой, Австралией, Мамлюками, Недждом и Шамаром. А Космо воюет с... Не напоминаю об этом. О, бог ты мой. Большой список, и даже Португалия в нем. Зато за нас Арагон и Норвегия. Виталик, если там нужна будет помощь в войне... Да! Киилов поздравляю. А что случилось? Что там? Истернизация. Да, давай стернизироваться. Революция. Виталик? Не Виталик, а какие-то самые... Киилова? Да. Великобритания. Я зато теперь вижу Лондон и Париж. Лондон, Париж. Я теперь вижу столицу европейских государств. Я тебе советую пока что распустить армию, она тебе не поможет. Либо убегать. Так я это и пытаюсь сделать. А? По такой-то маленькой территории поубегаешь. Ну так за... Ну что, Киилова, отдаешь мне Бразилию? Кругами нахищно. Или мне высаживаться придется? Пишо в дупу. Ну... Я предлагаю вам закончить вашу войну. Да, пишу. Сухо, Вин. Потому что ты тоже не прав. Я тебе говорил, что делать. И ты, как обычно, делаешь все по-своему. Напомню тебе Францию. Напомню тебе Францию. Напомню тебе количество идей. Ну вот и все. Делай, как я говорю. Ты кто сказал? Тот, кто делает гораздо меньше ошибок, чем ты. Скоро ты пойдешь в черкесское вассальное раппо. Короче, Сань, смотри. Все. Давай мы вырешим эту проблему. Что-то в Европе творится. Тихо. Сань, смотри. Видишь провинцию Бала-Рика? Или Била-Рика? Вижу. Короче, он ее доделывает и отдает тебе, чтобы ты об нее мог засунититься. Почему он колонит вот эту всю хрень возле берега? Таким образом, он перекрывает возможность колонизировать другим европейцам. Потому что помимо основных колонизаторов, здесь еще могут оказаться более мелкие. Типа Нидерландов или, возможно, Барабанка. Барабанка пока еще не взял. Я забираю Компу Ларго. Компу Ларго. А Клумы на перемирии одним закинчиваются. В общем, 22-му роте. Нифига себе. Что ж, друзья, я дожил до своего регента. Опять. И Спартаку с кем-то воюет. Только жаба ленивая ни с кем не воюет. Не хочет воюет. Ну-ка, слейся быстро. Я бы еще посоветовал Килви еще две колонии поставить. Но это уже на ваше усмотрение, как вы договоритесь. Даже не две больше. Саня, я вижу до конца перемены. Это такая жопа. Сверху. Короче, Саня, я бы посоветовал, да. Не, я Саня, я стыжный, а, Зак. Сань, короче, ладно, давай мировую. Короче, тут бессмысленно. Мушкеты против копьев признают свое поражение. Меня инки объявили войну. Ой, не войну. Это объявили меня. Ой, французы объявили меня соперником. Пока. Агрессор. Вот, я же тебе говорю. Вам нужно вместе как-то. А вы вот это сейчас по мелочам. Все, что надо, инки потом могут спокойно забрать у Килвы безо всяких проблем. Поэтому Килва давай колонь берег. Колонию? Так я колонию берег. Но ты дивись. Уже британская Берзилия, она начала расширяться. Иди быстрее через Каура, Кастро. Иди так. Не давай им пройти далее. Бону надеется, что Миккани исполнит свою. Да, вы, короче, запечатайте берег так, чтобы европейские силы не могли продвинуться дальше внутрь континента. Это сейчас ваша основная задача. А тебе, Саня, еще очень важно не дать расшириться. Ну, мне новая Кастилья дает право прохода, так что проблем нет. На, я вам подожди, а ты в прошлой серии говорил, что если не нападут, мне нужно орать, да? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сань, твоя задача, пока Киева запечатывает берег восточного побережья Бразилии, твоя задача полностью запечатать северные границы вот этой Рио-Делоплаты. Ты еще не хочешь слаб-платы повоевать? Да, иди через Гуара, Кастро, Кампинас, Иваракси или Сао-Джао-Дель-Рей и выстрелы. Ваша сейчас основная задача в первую очередь остановить экспансию колонистов внутрь континента. Все. После этого можете воевать сколько хотите. Давай прислухаемся и закинчим ту вину. Вверх, Соколонь. Две провинции. Там одна провинция с базой. Две. Какую еще? Там Д5? Варнабо и да. А потом отдашь. А я туда не иду. Там Британия прежде, что не иди где. Ну, окей. Придется с Британией сбивать. Ну, я ее заберу. Ну, я ее добрый. Я заберу и выдам тебе. Окей. Сейчас, постарайся. Это у нас первая война между игроками, в которой победил мрамор. Инки, да. Поддержали победу. Поздравляю. Красавчик, Инки. Угу. Да это не война, это недоразумение. Это скорее дипломатическое решение вопроса с использованием силовых методов. Ну так, а что? Действия же. Главное, что бы выжил американцев. А давайте третий... А, я разумею. Третий на средней дешевле канале. Я слышу какие-то постукивания подозрительные. Это деталик печатает. Так. Медленно. И тишина. И мертвые в способе стоят. Есть немного. Такс, такс, такс. Я первый кинул. Окей. Фасткликер. Чем рамор? Забрался свое? Да. Поздравляю вас с заключением мира. Это не война была, это криза была. Инку киловийская криза. Мрамор победил, красавчик мрамор. Обострение, да? Ну, битвы так и не состоялось, нет? Нет, вроде бы не было. Там вообще-то нечему было состояться с учетом разницы в технологиях. Я сразу признал, что я поражил. В Бразилии прыгал. Я сразу сказал, что я проиграл. Я, наверное, не сопротивлялся. Кстати, Юва. Мрамор, что ты делаешь? Что? Что тебе? Ну, он меня кинул в эти, как его, в соперники. Кто? Мрамор. Он думает это. Что ты умное сделал. А я не могу винить. Вот. Я кинул тебя в соперники, потому что так надо. Агрессор. Да, Франция все равно тебя не будет принимать в союзники. Ну, я в инсунизм принимаю. Подниму с Францией немного отношений. Хоть, ну, я не подниму, но все равно. Ты не там союзник. Виталич, зови меня в войну с... Ты мастер-нерапоставил в провинцию? Я тебя кинул, короче, это... Подожди, я все знаю, что нужно делать. Я кинул тебя в соперники, потому что ты игрок, и ты не объявишь мне войну. Наверное. Ну, понимаешь, меня это немножко расстроило. Я на союз рассчитывал. Так это ж мрамор. И зато я теперь могу с легкостью тебе эмбарго кинуть. Я все равно не торгую. А вот тебе. Я не торгую в твоих торговых узлах. Волынь, западный образ жизни, поняла? Красава. О, точно, эмбарго. Падла. И на кого же ты кинешь эмбарго? В эту Вале. На Инга. О, да конечно. Это не работает так, как вы думаете. Ну, 25% влияния оно срезает, по-моему. Но и тебе будет штраф от дохода тоже. Эх, война закончилась, опять деньги в казну. Так, сейчас я попробую притащить свои 50 тысяч. Нужно мне, короче, воевать, чтобы понять. Ну я кое-как разобрался, у меня еще там все туго, но я попробую как можно скорее прийти на помощь. Нет, ты всех победил, ты красавчик. Может, что это будет? Нет, я не всех победил, у меня еще проблема тут. Ну просто надо уже... А, нет, у меня тут флот торчит. Ну, у Мали хотя бы нету копий у них мячи. Ну, значит, на пару месяцев позже. Виталик, уходи на ту провинцию, на Уди. А я с армией разберусь. У меня с 16-ти тысячной армией, говорят, он гостю будет. Да. Просто они, блин, решения неожиданно. Ты начнешь войну с Аллодией, разрывай союз, улучшай сейчас, уже начинай сейчас улучшать отношения с мугалами и готовь с ними союз. Да, 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 это понятно. То есть даже сейчас уже можешь кинуть им династический брак, то есть таким образом, чтобы как только ты закончишь, захочешь расторгнуть союз с мамлюками, чтобы у тебя сразу же была возможность заключить союз с мугалами. Моголами с поколонием. Ну, вот эти зеленые, здоровенные. Ого, могула тут откусили нормальный кусок. Да, и откусит еще больше. Моголы это сдерживатель заков и киллов. Нет, абсолютно нет. Или хороший рычаг при мудром направлении. Им, брич. У меня есть, в принципе, ровня моголом Россия. Да Россия сорвется моголов. Нет, давай поспорим. Я поспорить не буду. Я наоборот считаю, что Россия вынесет моголов. А какие... Да, что это Раися. Причем она православная, православные всегда побеждают. Нет, просто открываем леджер, открываем армию и смотрим, что у нас по армиям. Теперь смотрим на идеи моголов и смотрим на идеи России. И сравниваем технологии более или менее равны. Россия вообще-то круче на самом деле. Вы не разбираетесь в этой игре. Нет, я сейчас говорю конкретно про эту партию. Вообще-то Россия тащит всегда, чтобы ты знал. Да, она ни разу не... Не всегда. Она ни одной войны не проиграла. Россия баража. Ну, пока. Эх, 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 эх. Кнут разжигает. Пограничные темы, да. Любители затрагивать пограничные темы. С целью затрагивать именно пограничные темы. Я, кстати, Японию могу открыть. Он сейчас отправлю к спидицу в Японию. А, блин, нужно ещё Филиппин открыть только потом Японию. Нет, 26 тысяч! А, 28. Ну, это поменьше. Подумаешь, 28. Где я, кстати? Пить, поставил, ставлю. Да. Слежу. Так, где они усаживаются у тебя? Они усаживаются в той части, где у меня нет армии. Которую я бросил. Где у меня столица, там самый важный город, да? Ну, короче, у тебя высаживается. Ну, понятно, что они у тебя. Это прикольно. Это же я... Я ожидал, что никто спасать будет. Я буду спасать. Мне осталось ты провинции захватить, чтобы у меня в толу армии вражеских не было. Дюняк. Да? У тебя тут Кичи недалеко. И ты до них можешь дотянуться. Кичи? Что это? Это моя земля. Секундочку. Да, Кичи есть. Кичи есть. А у был Чистан, у Чистан. Тот союзник. Хаса. Час и Хангеш. Хаса. Они на штурм пошли. Ты бежал. Ну, у них 212 тысячи. А, Дэк Андеш. Стоп. А, Дэк Андеш. Ну, найди его по провинции. Что сложно, что ли? Я понял. Хм, неплохо. Кстати. Хаса. Блин, золото, это одновременно очень клево и очень плохо. Это очень хорошо, в любом случае. Инфляция канает не в любом. Как сказать, с инфляцией можно справляться. Можно. Я люблю пересчитывать количество своих рудников. А сколько у тебя общий доход от золота? А, щас. Экономика, заход. Золотодобыча? Ага. 28. Ладно, 15. Мы на 17. Пинки самые золотые. Саня, прочитай, я тебе в ВК написал. ВК? Че, опять, вы у меня войну планируете? Нет, все, а ну-ка мне отошли, Саня. Что он там, что я там написал? Пересылку, знаешь, я просто беру рассылку всем игрокам, короче. Просто вся эта грязь, все. Ну, таклично. Новое задание. Сокрушить державу Португалия. Наверное. Да, беру по-любому это задание. Все равно ты помогаешь их колонии. Воюю с державой Инки. То есть нужно всего лишь повоевать, я выполню это задание. Ну да. Тауранга. Ты должен собеждать мне обязан. Да, 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 да. Это называется сокрушить. Ну ладно. Кофе. Кофеек. У меня чай, кстати. А у меня кофеек. Заходи на кофе. Да, я к тебе на чай. А у меня класс. Не, у кого-то должен быть сахар. Уходи. У меня тоже класс. Да, если вы хотите договориться, то вам придется найти того, у кого сахар. И встретиться вместе на нейтральной территории. Ну у меня есть сахар. А я, кстати, сахар не люблю. Ну, без сахара пью и кофе, и чай. Потому что... Мне кажется... Ну, у Матикан нет сахара, так что я пролетаю. Мне кажется, вкус более насыщенный и вообще... Сейчас посчитаю, сколько у меня сахара. Погодьте. У меня есть сахар. Приходи. Раз, два. Два сахара. Зак, поделиктуй мне провинции Хасы, которые ты хочешь себе. Сейчас, секунду. Еще у меня есть табак. Виталик, осторожно, они в обход идут. Так, пицца. Дай мне про проходы. Пицца? Дай я забыл пиццу. Делаем майяновскую вылазку. Чтобы они быстрее захватили провинцию. Вылазку не в смысле из крепости. В смысле сваливаем. Да. Ну, вернее, наоборот, наваливаем. Что, нам и мочит народ? Так, класс, что ты хотел спросить? Мрамор Тунг. В провинции, какие ты хочешь... Ну, какие в тебя иду. Так. Ну, какие ты хочешь Хасы забрать. Сапатыки, Мая. С культурой Машкири. Все остальное, то есть вот эти Ганы, Кватив и Куфуф, они все твои. То есть я выхожу к Басри и все. Окей, а я сейчас их про нам. Чего? Ты воевать с ними хочешь или что? Я уже с ними воюю. Ну ты, мадиква. Нет, назад, на глад. Что-то они на нас выдвинулись. Так, а куда они идут? Куда-то. Ну, ты газу полностью аннекс. Паса, да. Половину отдаю Йемену, а то, что тебе продаю, себе отдаю. Себе забирай, тебе продаю. Пока. Прощай, Йемену. Что, Йемену выносит? Нет. Надеюсь, что у него выносит. И он тебе счет вливает. Я тоже, в принципе, могу тут пострадать. Ну, 30 тысяч. Вау, 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 вау. Завернут. Царя, ячизну. Отступай, отступай. Помер мой вождь. А, не, не отступай. Супер, хорошо. Вождь помер и посыпались. Стабильность пошла в минус. Всего хорошего накидали. Невероятно. Ну, половина армии бритов торчит у них на острове. Половина португальцев торчит воюю с Арагоном. Половина, оставшиеся португальцев торчит у Майя. Не то, чтобы вообще ужас-ужас. Офигеть, Йемен. Ой, я вижу Аляску японскую, да ну нафиг. Ну, я говорю, это... 10-4-10. Я молчу. Кстати, да. Она там еще с прошлой серии. Ну, я только что увидел ее, правда. Да, ты идешь в Магикане, ты же тут 40 кусков. Ну, типа спасать себя. На смерть, это последний бой этого мира. Да, последний самурай. Вдруг получится. На смерть. Кстати, Россия воюет с Магиканами. Чего? И... Тебя повелось, что у них плота нет. Они могут такой сюрпризик сделать. Типа, ты сидишь себе, воюешь спокойно. Тут раз усаживается 20 тысяч русских войск, где-то на Карибах, например. И так спокойно себе методично отжимают там островок за островком. В твоем случае высадиться где-нибудь там в районе. У меня островок нет. Виталий, у тебя есть на Хайси претензии? Так что, я не беспокойся. Сейчас скажу. Чавчу Вены. Казус Бели. Хайси и Боряты. А, замечательно. Потом втянешь меня в войну против Хайси. У меня просто советуют... А, да, мне на Куру есть. Виталий. Отлично. Ну, Сунда, ну куда ты полезешь? Так мне нужно бы сначала с восстаниями разобраться. А, я тебе помогу во время войны. Восстание, считай, для тебя не проблема. О, Кастилья. Я вот эти провинции, что я перехватываю, я потом тебе передам. Смотри, видишь этот... Киллайд? Сюрпризу-сюрпризу. Смотри. Вот раз Кастилья сверху выслилась. Да. Бачу. А ты знаешь, что мне не потребна та провинция? Там, где базовый налог в пять. Мрамор. Что? Знаешь, что мне не потребна та провинция, там, где базовый налог в пять? Я не знаю, что такое непотребно. Не нужна. Я знаю, что она тебе не нужна. Ну так, посмотри на... Ну, ее кто-то заколол... Я знаю, что ее закололит Бреттон. Кстати, сколько там время уже, Сирия? Тридцать минут, вроде. Тридцать шесть уже. Топаем, короче. Паузу нажмите. Пора заканчить. Сейчас тогда я жму паузу и сохранюсь. Подождите. Спасибо.